Накануне прошел благотворительный аукцион детских рисунков. Их авторы – пациенты травматологического отделения областной клинической больницы. Подробности в следующем сюжете. Я бы хотела нарисовать, что я дома. Я соскучился уже по дому. Сейчас я нарисую детей, которые выписали. Они были счастливы. Рисую себя, сестричка, и я хочу домой. Эти дети создают свои маленькие шедевры. И почти в каждом рисунке история о том, как не хочется болеть. В начале декабря белгородские правоохранительные органы организовали в детской областной больнице урок творчества. Юные пациенты создавали свои шедевры под руководством профессионального художника. Из-за травм кто-то учился рисовать другой рукой, а кто-то, не вставая с постели, старался отвлечься от своих проблем. Очень нравится такая положительная динамика, когда дети через процесс созидания выздоравливают. А это действительно так, это не преувеличение. Ведь состояние души во многом определяет и состояние физического здоровья. Дети рисуют не только ради процесса. Эти шедевры юных художников помогут другим справиться с болезнью. Накануне прошел благотворительный аукцион их работ. Вырученные деньги будут направлены на лечение прежде всего детей, которые попали в травматологическое отделение в результате ДТП. Рисунки рисовались для того, чтобы иметь надежду на скорейшее выздоровление. И для того, чтобы обратили внимание прежде всего те водители, которые сегодня управляют транспортом. И сегодня мы постараем оказать им материальную помощь еще, для того, чтобы они как можно быстрее выздоровели и пошли в школу. На аукционе было представлено 10 лотов. Участники не скупились, поднимали торг до 3000 рублей. Именно за такую сумму был приобретен Юлий Икурочкиный лот номер 4. Это рисунок 14-летней Анны Ереминой под названием «Прогулка». Видно, что ребенок мечтает о море, об отдыхе, на солнце побывать, на песке. Рады внести свой вклад в помощь таким детям. Работу юных пациентов травматологического отделения помогли собрать почти 24 тысячи рублей. Большая часть денег будет направлена на лечение воспитанницы Разуминского детского дома. 16-летней Валерии Гончаровой. В результате ДТБ она почти год находилась в больнице и до сих пор не может передвигаться. За это время было сделано много операций, было потрачено много средств. Но этого недостаточно. Нужно дополнительное лечение. Они ваши и ваших деток. Спасибо огромное. Все эти деньги будут очень нужны. Оставшиеся деньги будут направлены в отделение травматологии областной больницы. Такие аукционы проходят не в первый и не в последний раз. Общественный совет при региональном ОМВД и белгородские художники обещают продолжать подобные акции «Милосердие». Екатерина Ковалёва, Валерий Ларьков. Новости мира Белогорье.